Добрый вечер, новости Дагестана на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов. Куртка главном. Великий и могучий, но порой и беззащитный. Сегодня во всем мире отмечается Международный день родного языка. В Махачкале в сквере шахидов разрастается аллея памяти религиозных и общественных деятелей Дагестана. Родные и близкие шахидов высаживают деревья своими руками. Работайте, братья! Под таким названием вышла в свет уникальная книга, изданная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее о том, что представляет собой антология, заглавием которой стали слова дагестанского героя, сегодня в выпуске. Глава государства присвоил выходцу из Дагестана герою России Рустаму Мурадову очередное воинское звание. Генерал-майору Мурадову присвоено звание генерала-лейтенанта. Указ об этом президент России Владимир Путин подписал 20 февраля. 47-летний Рустам Мурадов уроженец селения Чинар Дербинского района Дагестана. С декабря 2018 года он занимает должность заместителя командующего войсками Южного военного округа. В 2017 году генерал служил военным советником в Сирии и в декабре того же года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, был удостоен звания Героя России. «Работайте, братья» под таким названием вышла в свет уникальная книга, изданная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Презентация издания прошла в Доме дружбы в Махачкале. В мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов, республиканских министерств и ведомств, общественных и религиозных организаций. Книга посвящена героям России, посвятившим свою жизнь служению Родине. Говоря о содержании, ее автор, составитель, секретарь Союза писателей России Сергей Соколкин рассказал, что книга представляет собой антологию песен, написанных после распада СССР. Она вместила в себя более тысячи произведений, принадлежащих Перу 300 поэтов разных национальностей, в числе которых и дагестанские авторы. Издание распространяется бесплатно в воинских частях, в кадетских корпусах и военных училищах, а также в молодежных организациях. Оформлена она работами академиков Российской академии художеств. Общий тираж изданных книг на сегодняшний день превысил 7 тысяч экземпляров. Очередной чиновник подозревается в серьезных злоупотреблениях. Как сообщает комсомольская правда Ставрополь, силовики накануне задержали заместителя руководителя Росимущества по республике Дагестан Раджаба Усманова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему вменяют в вину махинации при аренде участка земли на побережье Каспийского моря. В Дагестане проживают 502 рублевых миллионеров и 1 миллиардер. При этом от 40 до 80% трудоспособного населения республики это прикариаты, люди, занятые временной работой. Об этом было заявлено на заседании Совета Старейшин Республики. Среднемесячная номинальная зарплата в республике в 1,8 раза ниже среднероссийского уровня, а половина работающих дагестанцев получает менее 15 тысяч рублей в месяц. Подавляющее большинство дагестанцев заняты сельским хозяйством, торговлей и строительством. В этих отраслях экономики преобладает неустойчивая сезонная и неформальная занятость. Бригады скорой помощи республики получили свыше 200 новых планшетов. Новые современные гаджеты с установленной государственной информационной системой в сфере здравоохранения получила служба скорой помощи республики, сообщает Минздрав. Планшеты уже поступили в распоряжении врачей. Они помогут бригадам оперативно обмениваться данными о состоянии пациента и передать информацию о предварительном диагнозе в больницу. Кроме того, появится доступ к электронной карточке пациента с историей болезни. Также в технику встроен навигатор, который поможет водителям скорой быстрее найти нужный адрес. Всего закуплено более 200 штук. Еще 470 планируют приобрести до конца текущего года. Ежегодно 21 февраля во всем мире отмечается Международный день родного языка. Язык имеет огромное значение для общества, ведь именно благодаря ему люди общаются, познают мир, делятся переживаниями, определяют свою идентичность, обучаются и передают из поколения в поколение традиции своего народа. Родной язык – это средство сохранения и трансляции самобытной культуры этноса, живой механизм преемственности поколений. Язык языку не враг, говорил наш великий земляк Расул Гамзатов. А что думают об этом дагестанцы? Смотрите далее. Считается, что на территории Дагестана проживает 32 коренных народа, и у каждого из них своя особенная культура и язык, который для человека является не только средством общения, но и окном в особый мир национальной культуры, созданной предками. Сохраняя и передавая это достояние через века, человек становится сильнее времени. Незримая связь родителей и детей укрепляется еще сильнее, когда они говорят на языке предков, не отрываясь от корней. Я знаю свой язык. Я аварка, я считаю, каждый человек должен знать язык своей матери и отца, естественно. Скажите на своем родном языке, что любите свою родину. Иди и бог уладир в Атан. Скажите, откуда вы? Из Индии. Как будет на вашем «я люблю свою родину»? Я по нации Даргинец, и каждому человеку нужен свой родной язык. Будешь ли учить своих детей? Да. Скажи, пожалуйста, на своем родном языке я люблю свою родину. Я люблю свою родину. Каждый народ должен знать свой язык. И просто, чтобы не забывался этот язык, свой народ не забывать. Кто по нации? Нагайка. Скажи на своем родном языке, пожалуйста, я люблю свою родину. Меньше, чем народ. А кто по нации? Мечт. Знаешь ли ты свой родной язык? Да, конечно. Язык помогает сохранить свои корни и традиции. Скажи, пожалуйста, на своем родном языке я люблю свою родину. Мелькси, я мель, о земной ватанамны. Африка. Земля ват пи. Ди ботлова, дир ватан. Откуда вы? Я из Сирии. Скажите на своем родном языке я люблю свою родину. Родной язык для меня лично означает все. Мое существование, суть, моя жизнь. Она связана с родным языком. Это для меня самый близкий язык. Человек может знать много языков. В грузине есть тремя пословица, который звучит так, смысл. Сколько языков человек знает, столько раз он человек. Но самый главный язык для него – это родной язык. Язык, орудие, познание, с помощью которого человек находит свое место. Наконец, язык – это составная часть культуры. Он формирует личность, определяет ее поведение, образ жизни, мировоззрение, менталитет. С уходом языка уходит все духовное богатство народа. Это большая беда, которая нас ожидает в будущем, если мы не предпримем срочных шагов. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. На филологическом факультете ДГУ Международный день родных языков сегодня отметили торжественно. Мероприятие, посвященное памятной дате, прошло в актовом зале факультета словесности. Праздник национального колорита проходит в стенах вуза уже не в первый раз и стал доброй традицией. Приобщиться к роднику живого слова пришли студенты и преподаватели вуза. Прозвучали стихи и песни на родных языках народов Дагестана, сохранение которых является одной из самых серьезных задач нашего времени. В республике наблюдается сезонный рост заболеваемости вирусными инфекциями. Обеспокоенность этой проблемы была озвучена на встрече руководителя администрации, главы правительства Дагестана Владимира Иванова с муфтием республики. Иванов отметил, что сегодня Минздравом предприняты необходимые меры по профилактике и лечению ОРВИ и других инфекционных заболеваний. Однако совместные усилия медиков и духовенства помогут добиться больших успехов в этой сфере. Муфтий подтвердил, что проблема действительно серьезная. Духовный лидер отметил, что религия призывает человека следить за своим здоровьем. При серьезном заболевании пренебрежительное отношение к лечению недопустимо. Стоит отметить, что во всех мечетях Дагестана богословами в этой связи уже проводится разъяснительная работа по данной теме. Подчеркивается необходимость соблюдения элементарных норм для профилактики болезней. В Махачкале продолжается посадка деревьев в сквере шахидов. Аллея памяти религиозных и общественных деятелей Дагестана, отдавших свои жизни ради процветания родного края, обустраивается на улице Абдул-Хамида Юсупова. На сегодняшний день в их честь посажено более 20 долговечных саженцев. Собственноручно деревья сажают родные и близкие шахидов. Подробнее расскажет Хамза Нурмагомедов. Внуки и внучки поливают деревце, посаженное в честь их любимого деда. За что его лишили жизни, детки не понимают и, повзрослев, не собираются мстить виновным. Они, конечно, ответят на это бессмысленное жестокое злодеяние. Только вот совсем по-другому – праведное жизнью и добрыми делами. Как делают это уже сегодня. Давайте тоже. Вот какая молодец. Принять участие в сохранении памяти о народных героях с детьми пришли и взрослые. Родители, братья, сестры и жены, чья боль не угасает по сей день, своими руками сажают деревья. Сегодняшний день нам дают память о наших шайдах, что их не забывают, и в том числе и забота о нас. Я пришла со своей семьей, с сыном, с начальными сетями и со своими внуками. Первые саженцы назвали в честь шейха Саида Афанди из Черкея, первомуфтия Дагестана Саид Мухаммада Абубакарова, богословов Мухаммад Вакиля Султан Магомедова и Ахмада Тагаева. Я рада, что его не забывают. Мы очень рады, что вы такое мероприятие создали. Память будет. Двою родные братья, племянники, их не дети. Все пришли, даже не все, наверное, заняты на работе. Помимо религиозных деятелей, здесь увековечены другие имена. На аллее посадили деревья памяти убитых общественных деятелей, журналистов и людей, которые так или иначе содействовали процессу духовного возрождения в Дагестане. Все они представители разных национальностей из разных районов республики. Память, которая жила со дня смерти до сегодняшних дней и будет жить и не шила дальше. Дерево будет расти, и люди будут гулять, смотреть, читать имя Абдулы, узнавать о нем что-то. Это память, это большой барахат и благодарность большей от семьи, всем тем, кто помнит Абдулов, всем тем, кто работал и до сих пор вспоминает его. И вот такие вот акции делают не только Абдулов, но и всех шахидов. Я думаю, всех будут помнить, и они это заслуживают. Сохранить память о добродетельных сыновьях Дагестана, не дрогнувших перед лицом опасности и продолжавших работать во имя правды – такова главная идея аллеи памяти в сквере шахидов, который заложен по предложению муфтия республики. По инициативе духовного лидера «Мусман Дагестана» в новом столичном парке уже посадили 23 минных дерева. Всего организаторы планируют высадить более 50 саженцев. Это долговечные благоуханные липы, привезенные из-за рубежа. В свое время они отдали самое дорогое, я повторюсь, за то, чтобы радикализм, экстремизм и идеология терроризма здесь, чтобы не распространялась на земле Дагестана. В театре республики очень сильно переживал именно о том, чтобы память о них не была утеряна. Эти люди оставили после себя плодотворные проекты. О них помнят в Дагестане и за его пределами. В их честь цветут деревья. Ну а вот что оставим мы, что вырастет после нас? Такими вопросами задавались люди, вспоминая ушедших в мир иной, достойных сыновей гор. Магомед Мустафаев выступит на шоу UFC в Новой Зеландии. Свой очередной поединок в рамках известнейшей лиги единоборств мира спортсмен проведет против местного бойца Брэда Риддала. Турнир Fight Nights 168 состоится завтра. Сегодня утром участники уже прошли процедуру взвешивания. Дагестанец не испытал проблем с весогонкой и уложился в рамки легкой категории. Напомним, что Мустафаев провел в UFC 4 поединка, заработав рекорд 3-1. В последнем поединке в апреле прошлого года он нокаутировал бойца из Киргизии Рафаэля Физиева. На счету его соперника новозеландца Риддала 7 побед и 1 поражение. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, смотрите нас в YouTube и в Instagram. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!